Учебный семинар повышения квалификации проводился в течение двух дней. Практическое занятие было организовано в Видном на площадке у дома 25 по проспекту Ленинского комсомола. Здесь собрались представители разных муниципалитетов, в чьей ответственности безопасность детских площадок. Заместитель начальника управления Госадомтехнодзора Московской области Геннадий Станин рассказал все нюансы, которые необходимо знать каждому из присутствующих. Вступил в действие технический регламент по безопасности детских площадок. Значит, там однозначно указано, что проверять площадки должны люди, подготовленные и, скажем так, аттестованные в этом вопросе. Вот занятия, как бы эти плановые, подготовки таких специалистов. Во время практического занятия участники задавали множество вопросов. Некоторые что-то записывали. В своей работе этим знанием они обязательно найдут применение. На приемке я не присутствовал до сегодняшнего дня. После учебы, соответственно, будем уже заниматься приемкой детских площадок. Текущие, есть вопросы грядущие. И нельзя, ну, как-то, ну, много аспектов, именно касающихся наших детей. Мы к этому не должны быть равнодушны. В Ленинском городском округе 546 детских и спортивных площадок. Сотрудники отдела благоустройства администрации регулярно инспектируют их на предмет безопасности. Ведется ежедневный контроль, ежедневный осмотр детских площадок. И плюс функциональный осмотр, который должен проводиться не реже одного раза в три месяца. Ну, как правило, мы проводим раз в год функциональный осмотр детских игровых площадок. Уровень, угломер, рулетка. Сотрудники Госадомтехнадзора приходят на детские площадки с проверкой во всеоружии. От соблюдения всех параметров зависит безопасность наших детей. Расстояние от забора до качелей, от качелей до земли, между двумя качелями. Все это зафиксировано в государственных стандартах. И если к площадкам, установленным ранее, таких жестких требований не предъявлялось, то новые будут оцениваться, включая все нюансы. На каждый элемент есть свой стандарт, указаны размеры. И мы, как надзорный орган, за этими параметрами следим. И чем ответственнее будут подходить к вопросу безопасности те, кто работает в сфере детской игровой инфраструктуры, тем меньше будет травматизма. Татьяна Брылова, Сергей Ларин. Видное ТВ.